Здравствуйте! Я Грещенко Роман, атлет и соучредитель клуба CrossFit Berloga. И сегодня у нас в гостях Шелест Андрей, один из учредителей Федерации бодибилдинга Новосибирска, популярный тренер Новосибирска, сам финалист Кубка в Сибири и России по бодибилдингу. И самое важное, что мне сегодня от него нужно, это его высшее медицинское образование. Ну и так как сейчас у нас проходит конкурс Siberian Transformation, люди готовятся к лету, готовят свое тело к выходу на пляж. Очень много вопросов, как замотивировать как минимум себя, с чего начать правильное свое питание, свои тренировки. В общем, подсказать, подтолкнуть людей к здоровому росту жизни. Сможем ли мы это? Самое элементарное, надо просто понимать принцип трансформации. Трансформация – это изменение тела в лучшую сторону. Я как понимаю, снижение жировой массы, либо увеличение каких-то мышечных показателей роста их, это все-таки зависит от того, что мы едим. Есть определенные нормы потребления калорий. Если ваш базовый обмен веществ рассчитан на 2000 килокалорий, соответственно, вы создаете дефицит двумя способами. Либо вы кушаете чуть-чуть больше, но тогда вы не похудеете, вам нужно кушать меньше. Создаете дефицит за счет меньшего потребления калорий, ограничим себя. Либо за счет тренировок создаем этот дефицит, а кушаем столько же. В идеале, чтобы вы и кушали меньше, и тренировались. Опять же, стоит выбор, что кушать. Зачастую мы заходим в магазин и не понимаем. Вроде бы и в колбасе есть белок, но здесь надо придерживаться одному критерию – экологии питания. Ведь это как у вас с вашей машиной. Если вы заливаете в ней качественное топливо, ресурс деталей будет меньше, эксплуатация будет гораздо хуже. Соответственно, только качественное. Если вы можете позволить свою машину заливать качественный бензин, почему вы не употребляете качественные продукты? У вас не должно быть в рационе всей нашей химической промышленности. Что это? Это все, я не знаю, торты, все пирожные, все газировки. Это все ненатурально, это все неестественно. Что ты можешь за это заменить? Я хотя бы хочу по транжирам. Транжиры – это самая вредная группа. Я хочу сладкого. Человек хочет сладкого, он может заменить на прекрасный источник, который нам дала природа – комплексные углеводы, волокнистые углеводы. Это, опять же, фрукты и овощи. Понимаете, в сладком такая зависимость. Если вы потребляете сладкое, вам охота есть сладкое. Если вы две недели откажетесь от сладкого пользу фруктов, потом вы скушаете шоколадку, оно вам покажется приторно, и вы не будете ее есть. А если такие сладкие вещи, как виники, инжир, это тоже калорийные продукты? Это калорийные продукты, в них высокий гликемический индекс, надо от этого отталкиваться. Ведь если взять финика и инжир в своем состоянии, то есть не засушенном, там поменьше. У него гликемический индекс, там уже не такой ферментации. Такие продукты можно в каких-то маленьких дозировках, но человек вообще не может. Просто люди же всю жизнь едят сладкое, начинают заниматься, продолжают есть сладкое, и ничего не происходит. Думают, зачем мне этот спорт, я не меняюсь. Я понимаю. Я понимаю, что надо отказаться от продукта, грубо говоря, от пирожных, если есть три финика. Это чтобы не было, так сказать, ломки. Видите, проблемам всех сладких продуктов, калорийских изделий, в них содержатся трансжиры. Половина шоколадки, половина пирожная нарушает альбинный вещество. Если вы просто возьмете сахар, либо финик, и употребите его в двух способах. После тренировочного процесса, либо после пробуждения, это без вреда. Ну, для вашего здоровья будет, для вашего здоровья просто. Да, без вреда. Пока вообще полностью не можно отказаться, можно сделать так. Да, и самое главное, мотивация. Знаете что, через 2-3 месяца вы себя измените так, как никогда в жизни. Если вы следуете правильно этому пути, результат будет 100%. Если неправильно, вы будете стоять на месте и тратить свои силы и ресурсы. Вы знаете, важна мотивация. Именно мотивация. Вы мотивацию можете получить сейчас. Раньше, да, ты приходишь в зал, видишь больше человека, чем ты, и, возможно, ты начинаешь тренироваться. Люди в тренажерном зале, они не агрессивные гориллы, которые будут на вас кричать. Это такие же скромные, разные люди, бывают из разных сфер. Просто они чуть раньше начали заниматься. Они чуть раньше начали заниматься, и на самом деле, если вы подойдете к любому посетителю тренажерного зала, скажете, подскажите как, он вам подскажет 100%. Такого нет. И порой больше, да, мы с ним на время, чтобы он там работал. Да, потому что он столкнулся с этой проблемой раньше, и он вам поможет 100%. Мотивацию, опять же, можете искать через интернет. Сейчас масса видеороликов. Вы можете включать ролики трансформации, когда полные люди превращались просто в шикарных красавцев и красавиц. Люди еще, ну, как я слежу за конкурсом, да, смотрю, отслеживаю Инстаграм. Люди сначала, грубо говоря, месяц-два начинают бегать, начинают какие-то буси, турники, начинают до дома растяжка, гантельки. И когда они уже понимают, что готовы к чем-то большему, они уже идут в зал. Это правильная такая тактика? На самом деле, смотрите, здесь главное не получить травму. Если вы сами начнете какие-то упражнения с гантелями или вас с грузьями, там, неправильно технически выполняя, вы можете получить травму. Я бы на самом деле, если кому-то сложно переступить этот барьер, да, можно какое-то время, но лучше изначально пойти в зал. У вас будет больше результативности. Идешь в зал, наверное, даже на первое время берешь себе персонального тренера, сколько бы он не стоил, дорого или недорого, на первое время он необходим. Как вы сэкономите здоровье себе, если не деньги. И продолжать трансформацию, в общем, да? Да, конечно. Самое важное просто прийти и сделать первый шаг. И опять же, все конференции. Дома вы же привыкли себя видеть, и у вас нет стимула. А если вы приходите, если вы девушка, и видите много красавиц вокруг вас, вы с ними познакомитесь. Ты мужик, который весит 50 килограмм. Конечно. Ты в поле в зал и видишь кусок по 100 килограмм. По 100 килограмм. Это не жирные люди. Да, и они были такими же, как вы совсем недавно. Этот шаг занимает порой год. Всего промежуток времени у вас будет больше стимула приходить. И будет повышать вашу самооценку. Вы будете общаться с людьми. Ведь это огромный круг друзей, который перед вами откроется. Большое сообщество. Да. Добрых людей. Спасибо. Пожелаем удачи-то трансформирующимся. Удачи. Трансформируйтесь. Спасибо. 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 Спасибо.